Над этим курсом работали эти четыре человека. Почему я решил остановиться конкретно на этих людях? Не только для того, чтобы показать, какие у меня красивые коллеги, но и для того, чтобы так немножко ввести в проблематику, потому что, собственно, почему возникла вся эта идея? Никто из нас не учился локализации как таковой, ни у кого из нас нет никакой специальной подготовки в этом плане. То есть девчонки учились теорией перевода, я вообще изучал совершенно другие вещи в университете. И все, что мы знаем сейчас и чем мы сейчас занимаемся, все это мы изучали на практике. То есть не было никакого источника, куда мы могли бы пойти, к нему припасть и понять, на чем основывается вся эта индустрия, как она возникла, с чем люди работают, какие люди в ней работают и так далее. Одна из главных проблем не только для нас, но и для наших вендоров, а если для наших вендоров, то для нас это двойная проблема, это кандидаты, поиск кандидатов на должности переводчиков, редакторов, PM и так далее. То есть очень мало людей, которые, в принципе, не только понимают, как работать с этими вещами, но и, в принципе, даже знают о том, что такое локализация. Я не знаю, сталкивались ли вы с этим, но, например, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, очень часто на ответ локализация люди реагируют либо изумленно, либо полным непониманием. Изумленно, потому что это слово у них ассоциируется с чем-то типа пожаротушения, в лучшем случае, а в худшем случае эсхейт ассоциации возникает с легализацией чем-то не совсем законным, ну или просто люди не знают, что это такое вообще. Вот. Соответственно, возникла у нас какой-то момент идея, если есть такая проблема, если есть такие проблемы, люди, во-первых, не знают, что такое локализация глобально, многие люди, во-вторых, негде им получить эти знания. Почему нам не заняться этой проблемой более плотно? Мы начали изучать вопрос, выяснилось, что есть какое-то количество курсов, которые преподают локализацию в мире, но, во-первых, их очень мало, во-вторых, они сосредоточены в основном в странах запада, то есть это Европа и США. За пределами Европы и США практически ничего нет вообще. В лучшем случае там учат теории перевода. И они все платные и, как правило, не дешевые, что особенно критично для людей за пределами тех самых Европы и США, потому что средняя стоимость курса полторы тысячи долларов США, что, в общем, немало даже, наверное, по меркам нашей не самой бедной, ну и не самые богатые страны, но там для людей, например, с Ближнего Востока или Индии, это вообще проблема. Вот. Решением было запустить курс. Это называется сокращенно MOOC. Собственно, у нас это стало таким своеобразным кодовым именем всего проекта. Это массивный онлайн-опен курс, открытый курс. Смысл в том, что те курсы, которые я упомянул, которые уже есть в индустрии, они, во-первых, как правило, покрывают какие-то конкретные вещи, то есть, например, они могут быть посвящены там локализации маркетинговых материалов или они могут быть посвящены инструментам локализации, там, каттулзам, например, каким-нибудь таким вещам. Мы решили сосредоточиться на самых основах, то есть, рассказать о том, как вообще все это работает, начиная с самого низкого уровня. То есть, вот человек пришел, грубо говоря, с улицы и мы ему рассказываем, что вот, дружище, есть такая отрасль локализации, она там, грубо говоря, появилась какое-то время назад, в обведении мы об этом говорим. Как она зародилась, в общих чертах, в двух словах, просто чтобы было понятно. Ну и дальше начинаем рассказывать, что вот есть такие типы контента, то есть, не просто там, что маркетинговый контент нужно переводить так, а вот для начала есть маркетинг вообще, есть help, есть UI и так далее. Они отличаются тем-то. Дальше мы говорим, в этой отрасли есть такие-то, такие-то вакансии, есть такие-то, такие-то, ну по-английски это называется profiles, то есть, ну, вещи, которыми люди могут заниматься, то есть там, например, project manager, например, или language manager, то, чем занимаюсь я, или там quality manager и так далее. Все эти вещи мы кратко описываем. И, кстати, собственно, эта структура курса, он состоит из пяти модулей или уроков, если угодно. В разделе, посвященном профилям, например, мы берем интервью у реальных людей, которые занимают эти должности в реальной компании, то есть они рассказывают о своей повседневной работе и студенты, ну или просто люди, которые проходят наш курс, они могут узнать подробно, чем занимаются эти люди day-to-day. Потому что, опять же, по нашим общим впечатлениям, как правило, люди, которые говорят об этих вещах, которые преподают курсы или которые пишут тренинги на эти темы, они дают очень теоретические знания. То есть, грубо говоря, прослушав курс там о локализации маркетингового контента, ты не сможешь понять, как это будет работать на практике, и все равно придется изучать, там, не знаю, производственную цепочку и все подобные вещи. Собственно, процессы. Как это все устроено? Есть, грубо говоря, команда разработчиков, которая создает контент, этот контент идет PM, PM его приправляет, конвертирует и так далее. Мы не фокусируемся на суперконкретных вещах, которые специфичны, допустим, только для нас. Мы стараемся говорить о вещах в общем, так, чтобы они были применимы к разным компаниям, к разным спецификам, но в то же время пытаемся объяснить действительно, как это работает. И инструменты. Тот же самый подход. То есть мы говорим об инструментах для работы с терминологией, об инструментах для работы с переводческой памятью, кажется, это по-русски называется. Ну, в общем, TM, вы меня поняли. И так далее. Не описывая конкретные инструменты, типа Традоса или там нашего родного GTT, который все равно никто не любит, мы говорим об общих принципах работы подобных инструментов и о том, как это все устроено. Каждый урок завершается контрольной работой, чтобы студент мог сам себя проверить и понять, насколько он усвоил материал в конце. Это большая контрольная работа, такой финальный экзамен, по завершении которого человеку, собственно, дается подтверждение о том, что он этот курс выполнил. Есть еще форум для студентов, где происходит, насколько я понимаю, довольно оживленное общение между людьми. То есть они там, ну, кто-то что-то не понял, кто-то хочет чем-то поделиться, и они, в общем, всем этим делятся, все это между собой обсуждают. Целевая аудитория наша в первую очередь от студенты, то есть когда мы все это делали, мы хотели увеличить приток людей в индустрию, собственно говоря, чтобы в конечном счете это, конечно же, было хорошо для нас, но и в целом для индустрии тоже. То есть чтобы студенты, допустим, инъязов, которые сейчас изучают очень теоретическую, получают очень теоретическую базу по переводам и учатся, например, переводить там какую-нибудь литературу, чтобы они поняли, что, допустим, вот есть такая отрасль, туда тоже можно пойти, этим тоже можно заниматься. Переводчики, которые уже работают, которые уже этим занимаются, или айтишники. Я слышал уже много отзывов от людей, которые, собственно, с этим курсом знакомились. Отзывы благожелательные. Как правило, критика, конечно, есть на уровне, что все это очень базовое, очень простое, и многие об этом уже во всем прекрасно знают. Но это понятно, потому что если ты занимаешься этим какое-то количество времени, то неизбежно ты все это будешь уже, обо всем об этом уже будешь иметь какое-то представление. Но могу точно сказать, что, допустим, я, когда мы писали этот контент, для себя узнал много нового все равно, потому что какие-то нюансы, ну, ты о них понятия не имеешь, пока не столкнешься. Энтузиасты, честно говоря, я просто не мог подобрать удачный заголовок для этой категории. Я имел в виду тех людей, которые ищут, куда бы им податься еще. То есть, например, человек занимался там какой-то деятельностью, допустим, после университета, я знаю такие примеры, там человек, например, работал в химической лаборатории, потом ему надоело, он стал думать, а куда бы ему еще пойти. Вот, он оказался в итоге в локализации, сейчас у нас один из ведущих редакторов. Почему бы и нет? Вот, например, такие люди могут ознакомиться с курсом, поскольку он бесплатен, он находится в онлайне, никаких особых затрат для этого не нужно. Кто-то, может быть, вынесет для себя, что это может быть его следующей ступенью в карьере или чем-то новым в жизни. Мы нацеливаемся на сотрудничество с университетами. Уже несколько университетов этот курс приняли как часть либо своего... курикелом, как это по-русски сказать, извините, не знаю. Учебного плана, да-да-да, хорошо. Вот, либо построили, собственно, курс для студентов на его основе, либо еще каким-то образом его интегрировали туда. В частности, несколько университетов в Европе, точно в Италии, по-моему, в Нидерландах и даже в Казахстане, что мне особенно приятно. А поставщики лингвистических услуг, ну, это, собственно, бюро переводов и, я думаю, тут много представителей таких компаний, которым наверняка это будет интересно в плане обучения сотрудников, в плане повышения квалификации сотрудников. И компании, которые думают о выходе на международный рынок, но не знают, с какой стороны к этому подступиться. Такие просто вопросы тоже время-то время не поступают. Люди приходят и говорят, мы хотим сделать то-то, что нам нужно знать, но в двух словах это не описать. Собственно, для них это тоже может быть полезно. Ну и напоследок немножко об успехах. Успехи, в общем, неплохие по сравнению со средними показателями для платформы. Запущено все это дело на платформе Udacity. Это такой аналог курсыры, можно сказать. По сравнению со средними показателями у нас все очень неплохо. Как справедливо заметил коллега, скорее всего, это потому что к нам приходит очень специализированный трафик. То есть случайно люди, скорее всего, туда не приходят. Если человек зашел на страницу курса, то он, наверное, знает, куда он пришел. Процент зарегистрировавшихся от общего числа зашедших на страницу довольно высокий. Слева наши показатели, справа средние. Ну и так далее. Вы все это видите. И по странам разбивка очень интересная. Мы с вами на четвертом месте. Причем после ведущих европейских языков. То есть английский, испанский. А ну там еще Индонезия затесалась на втором месте. Что, в общем, тоже хорошо, потому что как раз в странах Юго-Восточной Азии, например, зачастую наши коллеги и, я думаю, ваши коллеги тоже сталкиваются с нехваткой ресурсов. Потому что, ну опять же, там мало переводчиков или просто мало людей, которые знают, что такое IT и как с этим работать. Вот. И, ну, собственно, на этом у меня все. Вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта, компания Panserv. У меня достаточно банальный вопрос. Скажите, а на каких языках этот курс проходит? Сам курс читается, естественно, по-английски. То есть, ну он в видеоформате на данный момент, только на видеоформате. Там два лектора говорят по-английски. К нему запущены уже субтитры на, по-моему, шесть языков, включая русский. Точно помнишь, там есть китайский, арабский, русский, по-моему, испанский, какие-то еще пара языков. Вот. Это пока все, что предполагается в плане локализации. Но там была такая двоякая ситуация, потому что, знаете, с одной стороны, когда ты преподаешь локализацию, ну подразумевается, что человек должен говорить по-английски. С другой стороны, странно, когда курс по локализации сам не локализован. Вот. То есть мы долго думали, в итоге решили все-таки это вот сделать. В перспективе мы еще хотим сделать что-то типа текстбука на основе, собственно, скриптов, по которым читались лекции. Они, скорее всего, будут на английском, но это пока непонятно. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ксения, компания Аловар. Такой вопрос. Вы сказали, что у вас есть сотрудничество с университетами нескольких стран. Какие университеты в России, с которыми вы собираетесь сотрудничаете или уже сотрудничаете, и как это оффлайн как-то выносится, как это вообще происходит, весь процесс? С университетами в России у нас пока не сложилось. Я не знаю почему. Ну, то есть есть какие-то идеи, потому что в какой-то момент мы просто решили такие, давайте пойдем к университетам. У нас, ну, вообще у нас просто нет каких-то best practices по этому поводу. Мы решили что-то сделать, давайте сделаем. Поэтому, ну, как бы я открыл там сайты ведущих университетов, там, МГУ, СПБГУ, своего родного института университета в Томске. Нашел контакты людей с ФИЯ, там, с кафедр и так далее. Начал им писать письма, не ответил никто. То есть я не знаю почему. Мне потом говорили, что возможно просто там люди, например, ну, не знают кто такой написал, какой-то левый человек, и там нужен какой-то личный контакт, нужен кто-то, кто кого-то знает. Возможно. Поэтому если у вас кто-то есть какие-то контакты, которые могут быть в этом заинтересованы, то мы только будем рады этому всему. Потому что, да, мы хотим это делать, но непонятно с какой стороны за это взяться. Потому что, опять же, я не могу пойти в МГУ, там, постучать в дверь, сказать здрасте. Хотите поговорить о локализации? Просто мы в Алаваре, у нас же была практика чтения лекций в МГУ. Собственно, мы сами в Академии находимся. Была практика нескольких лекций. На тестирование, project manager, еще кто-то там был. В общем, по локализации пока ничего не было. Потому что у нас как бы, нам просто сказали пока, ну, не надо пока. Не то, чтобы МГУ отказался, но просто мы решили, что пока это не нужно. Просто если вот так вот можно, например, предложить тому же МГУ вот эту вот лекцию прочитать, я думаю, что весь фия, все востоковедение прям придет. Я прям уверена в этом. Ну, они только должны понимать, что тут речь идет про IT в основном, конечно. Просто и востоковедение, я не знаю, насколько им это близко. Но если близко, то прекрасно. У меня была востоковеда, я прям, если бы я, ну, вот пока я училась, и такое бы вот происходило в нашем университете, я бы прям побежала. Вот, я тоже об этом же думал примерно. И с казахстанским университетом у нас получилась так же. Просто одна моя бывшая-бывшая-бывшая коллега, работая сейчас в этом университете, она видела мой пост где-то на фейсбуке, она написала мне, типа, а можно ли использовать? Использовать можно как угодно вообще. С вами прям можно связаться и поговорить по этому поводу. Отлично. Спасибо большое. У нас просто тоже был некий опыт взаимодействия с институтом. Мне кажется, мы действительно на разных языках говорим. И были тоже определенные сложности. Есть еще вопросы? Угу. Вопрос по поводу инструментария, который вы предлагаете своим ученикам, студентам. Просто, что конкретно там преподается? Можете побольше сказать? Desktop Publishing, Subtitling, Бухгалтерия, в конце концов, который подается на обычных программах локализации в том же США, например. Так. Инструментарий или специфические темы? Что вы имеете в виду? Нет, именно инструментарий. Потому что, скажем так, если мы берем программу, которую я знаю, она преподавала аспекты не только локализации как таковой, но и менеджмента. То есть это как, грубо говоря, сделать так, чтобы твой стартап пошел вверх с локализацией. И поэтому мне просто интересно, с какой позиции вы это рассматриваете больше. С позиции самого локализатора, что ты приходишь и автоматизируешь какие-то процессы. Или же ты приходишь, локализации вообще нет, как ты ее построишь с нуля? Скорее с позиции человека, который приходит туда, где что-то уже есть. То есть вот последний… Ну ладно, я уже убрал кликер. В общем, последний пункт, о котором я говорил, что это может быть интересно компаниям, которые только вступают в эту сферу, которые интересуются тем, как это все начать. Им это тоже может быть интересно. Но единственное, конечно, они там не найдут готовых рецептов. То есть там нет такого, что сделаете А, Б, С, и у вас получится там Д. Это именно основа. То есть в целом это работает вот так. Вам нужны будут такие-то люди, вам нужны будут такие-то ресурсы. У вас будут, скорее всего, такие типы контента. Для их локализации вы будете использовать или ваши вендоры будут использовать такие типы ПО. То есть примерно так. Подветил на ваш вопрос? Спасибо. Павел Дорогин, компания SmartCAD. Я четыре урока досмотрел. Очень классно. Планирую продолжить. Мы недавно с коллегами встречались на Unconference по локализации в Таллине. И там один из самых востребованных топиков был как раз вопрос образования в локализации. Потому что я знаю, что компания Rike, которые, по-моему, ваш курс используют для анбординга новых девелоперов в компании. Потому что девелоперы приходят, разработчики приходят в компанию и не все знают, что там должны форматы DAT быть разными. Или нельзя хардкодить строки. Ну и там есть курс, по-моему, на Линде, Localization for Developers, где там все более-менее сжато. Но это все равно примерно 8-9 часов человека, чтобы посмотреть. Ваш курс тоже. Ну я потратил тоже где-то примерно пока наполовину, может быть, чуть поменьше. Используете ли вы, ну или планируете ли вы, или, может быть, эта идея сейчас будет. Ваш же курс в качестве анбординга для новых сотрудников Google, которые, ну у вас же там несколько сотен тысяч человек, они приходят каждый раз и, чтобы они не делали, это в любом случае будет так или иначе когда-либо глобальным продуктом. И все должны представлять, что этот продукт будет глобальным. Не хотите ли вы или не планируете сделать, как сказать, версию под другим углом. Не для тех, кто интересуется локализацией, а для тех, кому необходимо узнать о локализации. Ну примерно эту же кухню показать в сжатом виде, чтобы человек в первый рабочий день посмотрел, что, краткую презентажку, что мы делаем глобальные продукты и нужно мыслить глобально. Это как раз то, что там в первом уроке говорится. Да, в общем-то, собственно, то, что мы уже сейчас имеем, оно уже интегрировано в некоторые наши внутренние системы, которые используются для обучения новых сотрудников и не только штатных, но и там внештатных. То есть это уже каким-то образом интегрируемо и уже интегрируется, но мы еще работаем над этим. Касательно возможных там направлений развития, мы об этом тоже думаем, но для этого всего нужны ресурсы, в первую очередь временные. Вот. Если, ну скажем так, если вот эта тема хорошо пойдет, то мы, возможно, сделаем что-то еще. Если пойдет, ну вернее, она уже хорошо пошла, по большому счету она уже превышает ожидания, скорее всего мы будем чем-то еще заниматься, но пока просто непонятно как. То есть в каком-то сжатом виде, какой-то дайджест, возможно, об этом тоже был такой даже запрос, в принципе. То есть можно ли сделать это покороче, чтобы просто можно было людям там одним днем показать, чтобы они поняли все. Ну, опять же, для этого нужна там политическая воля и нужны ресурсы. Мы в этом заинтересованы, да. И, кстати, вы упомянули, что кто-то использует этот курс для онбординга. Это прекрасно, спасибо всем, кто использует. Единственное, что я хочу попросить, вы если используете, пожалуйста, там буквально напишите пару строк, что вот мы такие-то используем для того-то. Это просто нам будет, во-первых, приятно знать, а во-вторых, это будет хорошо для, опять же, внутренней отчетности, для того, чтобы показать, насколько все хорошо взлетело. Спасибо. Есть еще вопросы? Ренат Бекматов, Логресс Глобов. Я просто хотел добавить, может быть, вы это все уже знаете. Если вы хотите выходить на университеты, есть же ассоциация ИЛИА, она действует по всему миру, она действует в России, у нее есть в России, как бы, точки контакта. И я еще точно знаю, что очень сейчас тесно взаимодействуют с университетами. В Фейсбуке группа этического кодекса переводчиков, у них очень тесные контакты, они собрали всех инициативных людей и пытаются продвигать вот этический кодекс переводчика среди языковых вузов, то есть там вас точно не пошлют, там люди в теме, и вы просто через эту группу можете выйти на людей, которые из университетов, из языковых вузов. Этический кодекс переводчика. Он так и называется. Понял, спасибо. Спасибо.